Про веру, надежду и любовь. Домашнее животное, например, козу, привязывали к колышку или камню за веревку. Эта веревка называлась вера. Вера была строго определенной длины. Длина веры была такова, чтобы козе хватило травы на одну паску. Если веревка будет длиннее, то коза может запутаться в ней. Если веревка будет короче, то коза может остаться голодной. Тот конец веревки, который привязывали к колышку, назывался любовь. Тот конец веры, то есть веревки, к которому привязывали козу, назывался надежда. Таким образом, начало веры есть любовь, а конец веры – надежда. Коза бегала по кругу, и надежда описывала окружность, поэтому и говорят «круг надежды», и надежда умирает последней. Площадь круга и, соответственно, количество травы, которое было отпущено козе хозяином, называлась свобода, а то, что находилось за пределами круга свободы, называлось воля. Свобода – это безопасность, надежность, а воля – это нечто непредсказуемое, анархия, хаос. Поэтому правильно говорить «получить свободу» и «вырваться на волю». Если глупая коза порывает с устоями, то есть рвет веревку, то теряет надежду на свободу и вырывается на волю, где ее поджидает смерть. Она может запутаться, заблудиться, ее может задрать волк. Свобода – это неволя, невольничья жизнь у хозяина. Воля – это смерть глупой козы, место, где нет места вере, надежде и любви.